Девушки отдыхают Подумал Господь, да и высыпал их между Европой и Азией. Так и получились Уральские горы, которые делят нашу страну на Европу и Азию. Богат Урал старинными легендами и преданиями. В этих живописных местах недалеко от Екатеринбурга 27 января 1879 года родился Павел Петрович Бажов. Отец Бажова был потомственным горным мастером. Мать занималась рукоделием, вязала кружева. В уральских семьях бережно хранились и передавались воспоминания о тяжелом труде людей в старых рудниках. С ранних лет Павел слушал старинные русские предания, легенды о несметных сокровищах Уральских гор, которые охраняет тайная сила Малахитница. Павел Петрович Бажов много путешествовал по Уралу и собирал фольклор. Мифы, словесные обороты, легенды, сказы, пословицы. В 1936 году в журнале был опубликован первый сказ «Девка-азовка» – «Уральская легенда о хранительнице сокровищ в пещерах Азов-горы». Долгие годы Бажов собирал сказы, как драгоценные камни в Малахитовую шкатулку, пополняя ее новыми произведениями. Он написал более 50 сказов. Проверьте себя. Ответьте на вопросы викторины по уральским сказам. Могущественная и справедливая волшебница, хранительница драгоценных пород и камней. Перед людьми предстает то в виде прекрасной женщины с неподвижной косой, то в виде ящерицы с короны на голове. Она могла явиться в образе простой девчонки в синем платье, а иногда старушки с молодыми синими глазами. Девчонка-махонька Сперва ростом с ладошку, волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький, в руке платочек, пляшет на угольках, где покажется там и золото. Как звали мальчишку ученика Прокопича, будущего мастера, главного героя сказа «Каменный цветок»? Как звали самого лучшего мастера в сказе «Горный мастер»? Кому хозяйка Медной горы подарила малахитовую шкатулку? Как звали девушку, которой камни из малахитовой шкатулки были в пору? Из кого состоит войско хозяйки Медной горы? Объявись, покажись, колесом покрутись, кто явился на этот зов. Потому не простые они, а наговорённые. Белая вот на весёлый день, чёрная на спокойную ночь, а рыженькая на красное солнышко. Какое наследство оставила бабка Лукерья в сказе «Синюшкин колодец»? Украшение веточку. Каких ягод? Сделал главный герой Митюнька, а затем растоптал барин в сказе «Хрупкая веточка». Какое предсказание показала странница Танюшке, когда та примеряла украшения из малахитовой шкатулки? Какие сокровища во власти Великого Полоза? Что барин заказал сделать Даниле по чертежу? Субтитры создавал DimaTorzok